Всем привет! Сейчас у меня глубокая ночь, и мне захотелось снять для вас видео о моих нескольких новых парфюмах, и также о парфюмах Les Abstrées, и их создатель, основатель этой марки, Eugen, вы, наверное, я произношу по-немецки, это, наверное, вы знаете канал You Smell Good, в принципе, он очень любит нишевую парфюмерию, он очень показывает много Герлен парфюма, Шанели, поэтому я думаю, кто в теме, тот в теме, тот знает, кого я имею в виду. Мне, например, он очень симпатизирует, мне нравится такая его прямолинейность, искренность, индивидуальность, то есть мне всегда приятно его смотреть, я не так давно его нашла, но мне, в принципе, многие видео его нравятся. И парфюмы, о которых мы с вами поговорим, это у меня два парфюма, один посвящен Ирису, он называется Бель Ам, и второй парфюм это Дессандр, Дессандр от Les Abstrées, это как пепел можно перевести, да, с французского, даже само название Les Abstrées, то есть абстрактное, да, что-то такое абстрактное, всё равно оно на французском языке. Вообще, в Les Abstrées с Ольгином, с ним работал парфюмер Антуан Ли, и мы все с вами знаем прекрасно, да, его самый нашумевший парфюм, вернее, даже не нашумевший, но самый популярный, наверное, продаваемый, покупаемый, многими желаемый, кристалл Нуар, чёрный кристалл, да, также нам всеми с вами известен, вернее, наверное, кто-то, кто любит нишевую парфюмерию, это Рьян, да, из, напомните мне, как называется эта марка, уже очень поздно. Так, что ещё я хотела сказать, и вот именно эти парфюмы, все три парфюмы, то есть в Les Abstrées это трилогия, и все эти три парфюма создал Антуан Ли, и так же, какими марками ещё работал, да, Антуан Ли, он работал над очень многими парфюмами в Pure Distance, так же, как White, Black, да, Gold, по-моему, также он из новых парфюмов, который сейчас был переизданный, M, который раньше принадлежал авторству Рожи, да, сейчас его переиздали, слегка изменили, да, я ещё, кстати, не знакомилась, расскажите мне, если кто-то познакомился, мне будет интересно, и в этих парфюмах, так же в парфюмах Les Andemudable, да, недавно была создана эта марка, очень интересная марка, и такая у неё очень естественная звучать, но при этом креативная, да, то есть не уходящая только в естественную. У нас конкретно, вот наша с вами трилогия, смотрите, как выглядит флакон, да, вот мне, я его заказывала в интернете, через интернет, вообще, по-моему, их только можно заказать из, где Ольган живёт в Канаде, да, из Канады, вот, посмотрите, такой чудесный парфюм Belle Am, вообще, это трилогия, у меня нет одного парфюма на Долор Экскиз, то есть эксквизи, наверное, как эксквизи, может быть, утончённая боль, может быть, так перевести, и о чём эти парфюмы? Это такая трилогия, он расстался со своей женой, да, и вот весь такой процесс болезненного расставания, вот этой нашей душевной, да, боли, он отображён в первом парфюме Ла Долор Экскиз, да, вот как он страдал, и они работали с Антуаном Ли, и, в принципе, Антуан Ли, он смог превратить в парфюм, да, в такое парфюмерное произведение искусства, именно его индивидуальные личные чувства Ольгана, я считаю, что это очень отличная идея, вы знаете почему? Потому что, когда вот с этими парфюмами сталкиваешься, да, вот встречаешься, вы знаете, вы чувствуете, что они, во-первых, очень искренние, да, вот они искренние, они не такие, которые хотят понравиться, они очень индивидуальные, но в то же время вы понимаете, что это просто качество ингредиентов, просто вот самое высшее, да, которое можно представить, потом сама сборка аромата, да, мы понимаем, что с вами сразу, что здесь чувствуется высокий класс и мастерство парфюмера, да, который работал над этим парфюмом, именно с чем они отличаются, потому что это такой красивый симбиоз, да, вот этой индивидуальности, яркой личности Ольгана, да, его личных переживаний, и мастерства Антуана Ли, и очень интересно, да, в принципе, как интересный такой парфюмерный продукт. Первый, первого у меня нет парфюма, надеюсь, когда-то он у меня тоже появится, в принципе, они стоят дорого, но я считаю, они стоят того, вот так. И Бель Амм – это чудесная душа, то есть сначала была его боль, La Dolor Exquise, вот самый первый парфюм, потом появляется Бель Амм, чудесная душа, да, красивая душа, и именно этот парфюм отображает вот эту стадию, когда вы, ваша боль начинает постихонечку стихать, да, и вот красивое, какое-то представление у вас появляется о красивой такой вот лёгкой, да, душе, вот так, наверное, можно перевести. Кто английским владеет, вы можете посмотреть, есть интервью очень много, да, с Обиным, но вот этот парфюм, кто любит ирис, да, я просто обожаю ирис, то есть, естественно, я этот парфюм не смогла пройти, не смогла пройти мимо этого парфюма, и в Бель Амм здесь заявлен корень ириса, я его сейчас до этого наносила уже, сегодня, кстати, было целый день в этом парфюме, здесь корень ириса, сам ирис, и сразу в верхних нотах заявлен имбирь, то есть терпкость всё же он придаёт вот этой ирисовой сливочности, то есть оно сразу, да, чувствуем такой, как будто он какой-то масляный этот аромат, но масляный именно сливочного масла, да, по консистенции вот такой он сливочный. Так, в средних нотах какао, какао чувствуется, и сразу вам говорю, да, что вот этот парфюм Бель Амм, он очень прилично, так, вы знаете, уходит в сторону гурманских ароматов, он очень тихий, то есть он не заполняет собой вот всё пространство, но, например, на расстоянии, ну, сколько, может быть, ну, 2-3 метра, он ощущается хорошо, вот после распыления, может быть, в течение часа, да, вообщем, больше так вот близко к вам, с вами, да, вокруг вас находится, каким-то облачком сидит вокруг, да, вас сопровождает. Так, и у нас что ещё в средних нотах какао, алибанум, да, вот сразу появляется такая глубина, да, алибанум он придаёт глубину ароматам, и в базовых нотах, так, сейчас я вспомню, что у нас было в базовых нотах, бабы тонко, мускус и сандал. Вы знаете, ну, для меня это очень интересный аромат, так как он очень мягкий, вы знаете, он привлекательный, он сразу, я вам хотела бы сказать о том, что он не уходит, например, в то направление ирисовых ароматов, как Iris Silver Mist, да, вот такие, которые, парфюмы, которые пахнут, может быть, потвой, как называют её, да, или вот морковью, морковью, или, может быть, такой землистый ирис, нет, это всё же более мягкий, такой женственный, даже я сказала бы, ирис, но, вот смотрите, здесь есть мускус, и о чём, о чём этот мускус? У меня идут такие очень сильные перекликания с парфюмом Les Andemodable, Musque de Sable, кто знаком с ними, или с этим парфюмом Musque de Sable, вот, можете себе представить, приблизительно, как здесь вот мускус звучит, но просто это ещё усиливается такими нотами терпкости, терпкости имбиря, глубиной алибанума, и всё же сладостью какао и бобов тонко, так как мускус и сабль, да, он, вы знаете, да, да, мускус, его сравнивают с Mugler Oba The Mask, ну, например, оба The Mask, муглеровский, да, также о мускусе, но он для меня гораздо более чистый у него звучание, вы знаете, такой чистый в смысле после душа, да, или вот чистых простыней, там более чистый звучание, там амбретто, да, заявлено, он действительно чистый, более прохладный, а мускус сабль, он всё же сладкий, да, вы знаете, он действительно уходящий в сладость, и вот по этому такому сладковатому, многому мягких подушек, по ощущению мягких подушек звучанию, этот мускус в мускусе сабль и мускусе в лесопстреле, он перекликается со многими нами с вами, да, любимым парфюмом Per Distance White, я недавно опять сравнивала свой white, помните, у меня появился летом, с мускусе сабль, так получилось, что я как-то приблизительно в один промежуток времени им пользовалась, я сразу же отметила в мускусе сабль, что он мне так сильно напоминает, да, и вот именно вот эта часть в нецветочной, да, вот эта роза, ирис, нецветочная часть в Per Distance White, а именно вот помните, такое ощущение, в Per Distance White есть ощущение вот таких пёрышек, да, или подушки мягкой, или облачка, да, вот такое ощущение нежности, мягкости, какой-то вот когда вам хочется, да, вот положить голову и заснуть, вот по этому ощущению они все похожи, и вот в этом парфюме также есть такое уютное ощущение, наверное, мягкой подушки, да, под головой, естественно, он такой, естественно, он такой, может быть, даже очень тёплый, обнимающий, но не могу сказать, что спецовый, да, есть вот эта остринка в самом начале имбиря, но я, например, имбирь очень люблю в ароматах, не знаю, мне этот парфюм пришёлся просто вот очень хорошо к отбору, я, вы знаете, не могу сказать, что это шедевр, да, но он очень приятен, комфортен, и вы знаете, вот очень такое чистое звучание ингредиентов здесь есть, и в нём есть уникальность, то есть да, он перекликается вот этим мускусом, но в нём есть уникальность, я, например, посмотрела на фаракрантики, почему-то отметили, что этот парфюм похож на велюр и в Сен-Луран, у меня он есть, вы знаете, у меня он так попался странным образом, этот велюр, потому что у меня был какой-то пробничек, с чем-то мне прислали, я никогда не ожидала, что мне сладкий аромат, он может понравиться, потому что он для меня сладкий, но там, кстати, там сложноватая база в велюр, там вот этот Амбар Вуд заявлен, наверное, он так и становится более мужским, какое-то мужское звучание для меня уходит, хотя я тоже не делю аромат на мужские и женские, но тут он более мужской, а этот такой мягкие лапки кошечки, здесь есть курманская часть, он такой, вот вы знаете, я даже не могу сравнить вот с каким ирисом, ну представьте, что в Pure Distance White добавили какао, вот такую глубину, может, такой слегка появляется, знаете, такое медитативное, да, звучание от Алибанума, которого нет, кстати, в Pure Distance White, там всё-таки более вот этот цветочный блок сильный, но вот по ощущению качества он очень перекликается с Pure Distance White, потому что всё-таки вот Pure Distance White, его многие, многие знают, более кто-то, большее количество людей знакомы с ним, вот так, называется голова, соображай, да, когда уже поздно, так, смотрите, второй парфюм, это, тадам, это De Sander, как я вам и обещала, вот так выглядит, смотрите, упаковка, такие, это, наверное, клейвер, как, знаете, вот четыре сердечка, да, которые приносят удачу, как признак того, что этот бренд должен один принести удачу, чего я просто ему желаю, не знаю, я очень даже вот чисто интересная, мне он приятен, симпатизирует, и тем более, да, когда человек пережил, в принципе, разрыв, да, вот любовных, длительных, семейных отношений, и смог вот это всё привести, да, в креативное такое русло, молодец, просто молодец, так, вот смотрите, коробочка у нас вот так открывается, это De Sander, Ольгин, кстати, заявил, что это новый шипр, по-моему, на фрагрантике его заявили, при древесно-хужерном, каким-то, в принципе, оставим, да, это в стороне, вы знаете, это просто, вот так он здесь находится, я уже, конечно, им попользовалась, ну, так слегка, да, вот, это просто, это что-то необычное, это свежий воздух, Ольгин о нём сказал, да, что De Sander, как это пепел, а почему, в принципе, он потом, да, после приятной, красивой души, почему он, или после прелестной души, даже можно перевести, как прелестная душа, почему, а потому что он, как такая, проводится у него параллель, по ассоциациям с птицей феникс, которая восстаёт из пепла, и вот De Sander, он призван для Однина дать свободу, и чтобы он взлетел, да, над всем своим прошлым, и вот будущее ему приняло, ну, как-то так, вот, и вот De Sander, о чём он говорил в интервью, что De Sander, это парфюм церкви в лесу, то есть, вот кто любит лес, вам сюда, здесь чувствуется лес, влажная почва, мокрая листва после дождя, вот именно зелень, он очень зелёный аромат, мои дорогие, здесь очень зелёный, посмотрите, на фрагрантике его сравнивают с зелёным, по-моему, Ralph Lauren, по мужской аромат, альяж, также я видела, даже кто-то его один сравнил с Fade, нет, не с Fade, с мифами мужскими, ну, не знаю, вы знаете, может быть, числяка вот по такой дымности, может быть, но вот этот, он гораздо более влажный, например, мужские мифы, они более сухие, да, этот более влажный, гораздо более зелёный, потому что вот мифы мужские, я бы не могла его назвать, вы знаете, он для меня не зелёный, этот действительно зелёный, что здесь заявлено у нас по нотам, давайте я сейчас по памяти попробую вспомнить, здесь в верхних нотах гальбанум, потом, по-моему, берёзовая, или смола, или что-то такое, да, что-то, вот берёзы, потом сосновая смола, так, что у нас, корица, корица-специя здесь заявлена, сразу, да, такой у нас с вами состав получается гремучий, так, в средних нотах, очень интересно, цветочная часть появляется, вот никто не ожидает, да, кожа, естественно, здесь кожа очень сильно чувствуется, она, вы знаете, такая кожа, не грубая, скорее всего, может быть, даже такая кисловатая, кисловатая кожа, когда потом он раскрывается, раскрывается, может быть, даже слегка от Rose de Rossi из Tom Ford, там, даже, может быть, иногда проскакивает такой вот, что-то, дермантин, как дермантин, да, но этот он гораздо натуральнее звучит, в нем больше воздуха, просто неимоверно интересный аромат, вы понимаете, вот действительно, я не знаю, да, таких ароматов, может быть, мне надо поподробнее познакомиться со всеми с теми ароматами, с которыми его сравнивают, но он захватывает дух, вот это Сандро, он захватывает дух, Беллиан, я не могу сказать, что он захватывает дух, а этот-то, вы понимаете, что, что это, что это, да, вот мы знаем с вами, парфлюбители, да, уже когда много-много с вами ароматов и спробовали, нам хочется понять, когда вы тестите, что это, да, вот это действительно, что это, вы представляете лес, зеленый такой лес, насыщенный после дождя, вы идете, вот аромат вот этой влаги, свежего воздуха, какое-то уединение в нем чувствуется приятно, нет, ладан не заявлен, там в базовых нотах, кстати, дубовый мох, так, я чуть-чуть перепрыгну, перепрыгну опять, да, вернее, вернусь, не досказала я о базовых нотах, дубовый мох, потом доман, кстати, заявлен, да, вот такая животная нота, пачули и ветивер, по-моему, здесь есть, не могу сказать, что он простой, я не думаю, что вот так он, вот насколько он всем понравится, некоторые могут даже сказать, ну, нет, что-то не то, но мне, да, мне нравится, вот как церковь в лесу, такой интересный образ, да, вы знаете, и почему вот церковь в лесу, ойнину, именно вот в этот период своей жизни, да, после того, как он, вот эта боль прошла, его, он всё-таки понял, да, вот что вот это родство, он почувствовал свою связь с Богом, да, и вот он с Богом, с природой, и что если Бог с вами, что просто вам ничего не страшно, да, и он так об этом прямо и говорит, да, вот о своей вере, о том, как вот природа, да, ему даёт силы, о своей медитации, да, вот кстати, в этом парфюме, в нём есть такие медитативные черты, уединение, медитация, и в то же время очень много воздуха, нет никакого такого поучения, церковности нет, да, может быть, вот церковь, как образ поиска смысла или церковь, может быть, как образ, может быть, даже соединение, да, с чем-то высшим, вот так, то есть это больше о таком вечном, да, о вечной жизни, о поиске, о поиске именно себя в этой вечной жизни, и при этом всё природное, да, зелёное, в базовых нотах очень сильный аспект цветочности, вот цветочность, здесь в лист заявлен, лист фиалки и тубероза, ну не бойтесь, тубероза, она здесь, не знаю, она какая-то неподавляющая, да, да, я её, я её воспринимаю хорошо, но больше листов фиалки, просто чудесно, и какая-то дымность, мне это очень было бы интересно понять, откуда вот такая дымность появляется, может быть, от гальбанума, да, вот эта горечь гальбанума и гвоздика, они вместе, да, дают такое сочетание, он очень уникально для меня, пахнет, благоухает, звучит, такие споры иногда, ведутся, как правильно сказать, нет, нюхать нельзя, слушать, что ещё, как он, ну, не пахнет, а звучит, так забавно, да, смешно, ну, вот, мои дорогие, де Сандер, присмотритесь обязательно, я знаю, что сейчас, конечно, очень сложно, я даже здесь, да, вот, в Европе мне тоже было сложно его заполучить, то есть это надо очень долго ждать, пока он там до вас дойдёт, всё это переплачивать, но, вы знаете, но у меня вот именно эта история, да, Оигина, и также я смотрела интервью Оигина и Антуана Ли, мне это впечатлило, меня это очень впечатлило, да, меня вот, вы знаете, как-то прорвало на то, чтобы заказать их ароматы, мне захотелось, вот просто, вот вы знаете, когда вы смотрите, вот у вас что-то сошлось, мне захотелось именно мгновенно вот эти ароматы потестить, потому что я поняла, что это будет что-то особое, зелёный, в нём есть и свежесть, и медитативность, да, и цветочный блок очень сильный по своему такому зелёному, медитативному, очень уединённому, и в то же время очень свежему и уникальному звучанию, мои дорогие, вот смотрите, знаете, куда у меня, в каком парфюме отнёс, к De Profundis, Serge Le Tantz, представляете, я не знаю из-за чего, может быть здесь листья фиалки, там фиалка, хризантема, зекальбанум, не знаю, но вот для меня, по тому настроению, которое создаёт этот аромат, он именно относит меня к De Profundis, Serge Le Tantz, вот так, спасибо, Антуан Ли, спасибо вам огромное, да, и Ольгену большое спасибо, и желаю, если когда-то, мало ли он меня посмотрит, я ему желаю, чтобы у него всё было хорошо, хорошего в его жизни, так, классные ароматы, то есть, поэтому, если когда-то будет у вас возможность, я думаю, когда-то они появятся, обязательно затестите, да, вот, кто любит лес, вам сюда, вот, именно в этот парфюм, De Sander, так, давайте, мои дорогие, посмотрим, ещё откроем, сегодня, три моих новых парфюма, смотрите, первый парфюм, это Immortale Cors, как я его долго хотела, как я его долго ждала, он, сначала у меня появился, также, в пробничке, есть парфюмер, пробнички, мне, я этот пробничек сносил, очень быстро, и он меня привёл, в какое-то, просто, уникальное состояние, да, душевное, а я это очень ценю, то есть, он настолько чисто звучит, настолько просто, но при этом, вот эта простота, да, она непростая, вот так, какой здесь, ну, перевод, как всегда, да, вот, создатель, Марк Антуан Картикьято, карсиканец, он какую парфюмерию создал, что он, является сразу, одновременно, и создателем, и носом, да, и, и мастером, наверное, метром, мастером, да, своей, своей лаборатории, доктор химии, да, доктор химии, душистых веществ, наверное, да, для плант, адорант, да, липертэ, свобода, вам не дается, да, свободу нужно завоевать, вот так, интересное описание, о чем этот аромат, эмблема, эмблема димакийкорс, эмблема этого карсиканского растения, сейчас я забыла, какой, забыла, забыла, я знаю, как оно называется, не могу сейчас перевести, бессмертник, то есть, бессмертник, это символ вот этой корсики, да, природы корсики, сразу представляются нам с вами цвета, шафрановые, абрикосовые, такие вот желтоватые, да, лимон, и наш бессмертник, иммортель, да, иммортель бессмертник, он является эссенцией, квинтэссенцией земли, которая обнята солнцем, ну вот так, этот парфюм о бессмертнике, очень мягком для меня, просто очень душевном, это такой душевный аромат, мои дорогие, Экстрейду парфюм, это Экстрейда, это первый, знаете, это первый парфюм из парфюм там первого у меня, а, кстати, они мне очень нравятся, многие из них, вот такой малышка, да, маленький-маленький, также этикетка здесь желтая, так, ты сейчас будешь соседствовать у нас с Десандр, зеленая природа, да, лес, с серковью в нем, и вот такая южная, солнечность, ой, мои дорогие, в нем есть, по нотам здесь априкос и лимон, да, верхних нотах, шафра, и, кстати, дубовый мох, дубовый мох, опять появляется мой любимый дубовый мох, не знаю, какой это дубовый мох, во всяком случае, дубовый мох заявлен, дубовый мох и бессмертник, люблю, вот этот парфюм я просто люблю, вот Десандр, в нем, для меня это просто что-то гениальное, то есть вот, чем больше сразу Десандр, у меня даже слегка отпугнул, но я уловила схожесть со своим Депрофорни, с любимым, да, Серж Летанс, я поняла, что надо присмотреться к нему, но вот чем больше проходит время, тем больше Десандра понимает, что вот ему хочется дышать, да, и вот я его ни в коем случае никому не хочу никуда отдавать, да, или просто, или знаете, как отдавать, вот когда хочется радостью поделиться с кем-то, вот так его хочется отдавать, никогда вот вам что-то не подошло, здесь мне нравится, я не знаю, откуда, но здесь есть алкогольность, такая приятная, мягкая алкогольность, он также очень обнимающий этот аромат, этот аромат, да, он сухой, в нем нет влаги, в отличие от Десандра, в нем совершенно нет зелени никакой, какая-то, вот эта абрикосовость, кстати, да, считывается в нем, вот эта абрикосовость приятная, абрикосовость, душевность, молодость, вот, кстати, для меня в нем читается молодость, молодость не в смысле без, без сознательности, или без заботности, а молодость в смысле свежести, вот, то есть представитель, в нем есть все равно свежесть, он очень воздушно звучит, представляем всегда, бессмертник, очень многие боятся этой ноты, я, например, раньше вообще ее не переносила, эту ноту, мне было сложно с ней, я ее не понимала, бессмертник мне очень понравился в Кирбелуга, вот потом я начала как-то к нему присматриваться, также в Онуан Теор, и как-то я начала потихонечку, потихонечку подходить к этой нотке, к этой ноте, извиняюсь, какое поднебратство, да, так, ну что, ну это просто чудесный, вот в нем, в этом парфюме вы себя чувствуете очень утонченно, уверенно, солнечно, и при этом очень мягко, такое очень мягкое звучание, слегка, да, есть алкогольность, абрикосовость, ощущение вот этих степных трав, да, вот выжженных трав в августе, да, когда все лето, все лето жжет, жжет, солнце стоит, да, такое в зените высокое, вот действительно мы в августе видим, что уже такое все какое-то, становится более жухлое, да, но в этом есть также особое удовольствие смотреть, да, на вот, даже вдыхать эти ароматы, которые впитали в себя все солнце. Чудо, не буду бы дальше повторяться, а люблю. Так, и смотрите, сейчас переходим с вами совсем к другим ароматам, я не знаю, Оген оценил бы ты или нет, но, сейчас мы с вами переходим к амуаж, я не помню, любит ли он амуаж или нет, смотрите, первый парфюм, это будет у нас амуаж Portrail Men, это здесь у нас парфюмер, у меня амманская версия, здесь парфюмер Пьер Мегрин, и на мой вкус, например, женский Portrail, да, он совершенно другой, по сравнению, если сравнить его с мужским, они для меня не в одной стилистике звучат, да, они действительно по-разному звучат, помню, когда в 2019 году, да, они только появились, для меня, например, Portrail, он был, ну да, я помню, затестил, он так, вы знаете, мельком, я как-то больше тогда, вот в 2019 году, я все-таки больше концентрировалась на каких-то, на женских ароматах, вот, и поэтому, то есть я потестил, ну да, аромат и все, ну, кроме голода, помню, и лирик вот мужских, те два, они уже со мной очень долго, о чем этот аромат, многие его сравнивают с Фаренгейтом, по нотам, здесь явно листья фиалки, ветиверы, по-моему, ягоды, можжевеловые ягоды, можжевельника, что-то такое, или масло можжевельника, он очень свежо звучит, понимаете, вот, и почему сейчас он у меня появился, вы знаете, как это случилось, смотрите, какой красивый флаконтик, да, как он переливается, как это случилось, я сама его тестила, этот аромат, может быть, это в ноябре, я удивилась его, такому какому-то, очень свежему звучанию, вы знаете, свежему, очень элегантному, свежему, элегантному, и в то же время, вот, который вам о чем-то напоминает, да, вот, что-то такое, вот, вы знаете, как будто вы с рождения с этим знакомо, давайте его сейчас распылим, ой, а мой сейчас, и Мортелькорс, бессмертник, просто благоухает абрикосами, ну, такими не яркими абрикосами, да, вот, не въедливыми, а очень мягчайшими, как будто этой шкурочкой, да, абрикосовой, какой же он утонченный, какой же он душевный, он, вы знаете, утонченный, душевный, он очень душевный, Мортелькорс, вот, его, наверное, придется мне, себе закупать, дубль, потому что, если я что-то так сильно люблю, когда-нибудь я сделаю видео, знаете, у меня, если я что-то люблю, у меня набирается очень много этих ароматов, так, тестим с вами, портреал, ну, не могу сказать, да, вы знаете, что вот шедевр, но, я так думаю, вот, им хочется пользоваться, потому что фаренгейт мужской я люблю, да, вот, действительно, я не знаю, не все его любят, женщины, я знаю, некоторые любят, некоторые нет, я люблю фаренгейт, он реально, он просто классный, повседневный аромат, он очень свежий, слегка, у него такое есть металлическое звучание, но, но не много металла, вот, для меня, например, очень много металла в рефлекшн, амуаж, да, мужскую, здесь меньше, здесь больше свежести, сладости совершенно нет, знаете, свежий, слегка, вот, свежий, такой интеллигентный, городской, по стилю, в то же время, в нем есть свежий воздух, вот, вы знаете, может быть, представляете себе, такое, такую ситуацию, когда вы утром встали в своей уже, может быть, чистой, да, рубашке, в которой вы уже успели, в которой вы уже успели облачиться, да, вот вы уже на улице, в городе, непременно в городе, это утро, стоит такой свежий, свежий воздух, вы уже во всем свежем с утра, и у вас такое деловое настроение, рабочее, да, но не такое вот стрессовое, деловое, не знаю, за счет чего, по сравнению с фаренгейтом, поменьше, да, вот этой такой машинности, да, машинного, может быть, масла, мне нравится, как он звучит, такое ощущение, как будто даже здесь какая-то цитрусовость появляется, и вот эти цветки, листья фиалки, здесь дают очень приятный, такой водный аспект, но водный аспект не в сторону колонны, да, не акватики, да, 90-х годов, парфюмов 90-х годов, мне очень нравится, вы знаете, вот на данный момент, мне он, вот эта мужская версия, она приятнее даже, чем женская, вот женская для меня сейчас, на данный момент, она очень интенсивная, когда я помню, ее приобретала, мне очень нравилась, сейчас вот мне, например, вот к этому, я знаю, что я его буду использовать каждый день, вот такие, вот такие пироги у нас, да, да, отличный, парфюм, красивый очень флакон, то есть вот, если женская версия, она для меня такая более праздничная, обязательно только на свежий воздух, вот куда-то на улицу, и более, она не повседневная, да, вот портрейл женский, он для меня больше, знаете, такое праздничное настроение, может быть, выходной день, и вот гулять, гулять, когда много воздуха, я в движении, потому что вот, например, просто в помещении, портрейл для меня женский, он все-таки очень праздничный, да, такой он аромат, какой-то, такой насыщенный, мне нравится, мне просто очень нравится, вот не буду говорить о шедевренности, но мне он, я знаю, что он будет очень хорошо, но использоваться, да, под такое деловое, городское настроение, и смотрите, прошло 8 марта, да, было 8 марта, естественно, я получила подарок Love Mimuza, амуаж, я помню, когда он только появился, естественно же, я сразу его затестила, давайте с вами откроем, у меня также оманская версия, я, естественно же, сразу его затестила, но он меня не впечатлил, я помню, что там было очень много акватики, я подумала, после моей любимой мимозы, мимозы Furnois, лапчезан Furnois, зачем мне еще какая-то мимоза, да, сейчас мы чуть-чуть с вами подключим, зачем мне мимоза, да, вот так, о, вот так, я получила подарок, естественно, я обожаю мимозы, и вообще, пора мне снимать видео о моих новых мимозных ароматах, так, момент истины, да, наш любимый амуаж, открываем с вами, да, очень красивый флакон, и вообще, мне кажется, что амуаж, они очень много денег проинвестировали, да, в именно создание ароматов, Love Mimuza, вот такой красавец, хорошо, открываем его, так, в чем ты будешь, здесь очень много заявлено нот, и каскалон какой-то, да, вот этого денистая нота, есть также, мимоз, к мимозе здесь добавляются листья фиалки, которые всегда придают такое водное, звучание, ароматом, так, что еще у нас, амбраксан, мой не очень любимый, амбраксан, ну, кстати, вот, я его сама по себе, амбраксан, я, то есть, как и больше не хотела бы, да, чтобы он был в ароматах, но есть ароматы, в которых он присутствует, и мне они очень реально зашли, да, мне они приятные, мне нравится им пользоваться, такие, например, как, по-моему, амбраксан есть в промо с Фредерик Маль, да, и ему мне нравится, так, наносим, он очень свежий, он такой свежий, вы знаете, мне кажется, мне сейчас вот он очень нравится, я помню, что тогда было лето, была жара, может быть, он в летах, жару не очень хорошо звучал, да, вот появлялось очень много такой водянистости, а может быть, я просто сейчас рада, что это подарок, вы знаете, иногда бывает, вот когда вам подарят что-то, у вас какое-то особое отношение к этому аромату складывается, напишите мне, кстати, вот бывало у вас такое, когда просто вот аромат, если бы его вы покупали, у вас одно к нему отношение, когда вам его подарят, преподнесут, дайте, если вам человек очень дорог, или приятен, и вы сразу как-то этот аромат по-другому рассматриваете, вообще у вас другие отношения с ним складываются, он очень для меня, он всё-таки такой о свежей пудровости аромат, нет в нём вот этой сладости, да, сладости, такой свежей сладости вот этих пушистиков, да, вот этих соцветий, так назовём, да, мимоза, у меня, была мимоза в этом году, у вас была уже мимоза, расскажите мне, обожаю этот цветок, назовём так, или кустарник, или дерево, я его поношу, и с вами поделюсь своим следующим видео, да, как вот он мне в разнашивании, но я также, по-моему, где-то в ноябре, вот помню, его тестила, и я подумала, вы знаете, что вообще-то было бы неплохо вот этот аромат, приобрести, это видите, как воплощаются в реальность наши желания, каскалон, а какой-то ещё парадизон заявлен также, да, не знаю, мне он просто, вы знаете, не могу сказать, что какое-то такое натуралистичное звучание, но он звучит очень молодо, свежо, пудрово, с таким оттенком легчайшей, да, вот этой зелени, мимоза, да, вот именно зелень, такой зелёной свежести, а не сладость, а именно свежести, наверное, за счёт этих водных нот, да, такой создаётся эффект, и может быть, листья фиалки, также они зелень придают аромату, мне кажется, я им буду часто пользоваться, надо сейчас, кстати, им попользоваться, пока ещё прохладно, так, иди в свой домик, красавец, вот, так, закрываем тебя, закрываем, но ненадолго, я почему-то вот думала, что сейчас я именно этими двумя ароматами буду пользоваться, вот так, смотрите, у меня сейчас появились, да, вот эти новинки, именно 2019 года, помните все, давайте с вами вспомним 2019 год, да, мы жили и не думали, что наступит 2020 год, вот так, тогда ещё, как это было, да, как будто эти парфюмы ещё из другой эпохи, кажется, это было не так давно, но сейчас воспринимается, как будто они уже просто совершенно без прошлого века, как будто, да, вот так, ну вот, мои дорогие, на сегодня всё, пишите мне ваши мысли о первых двух парфюмах, с какими вам хочется познакомиться из Лиза Пстрейн, знаете ли вы Огина, да, ваше мнение о нём, или Евгения, да, так, если, какие ваши любимые парфюмы из парфюм Тамбир, и знакомлю вы с этим парфюмом, с бессмертником, да, с корсиканским бессмертником, естественно, ваши мысли о мимозе, о портреил, мэн, мне также будут интересно, на сегодня всё, желаю вам всего самого хорошего, и до скорых встреч!